Скажите, пожалуйста, на всю программу «Розвитку физической культуры вместе» мы выделяем, это с 2019 по 2023, РИК, вы плануете всего лишь 11 миллионов, 11,5 миллионов, в этом году вы готовы освоить 2 миллиона 680 тысяч. Я так понимаю, что в этой программе абсолютно не стоит вопрос о реконструкции наших спортивных учреждений. Почему? Потому что эта сумма здесь не указана. Я правильно понимаю? Хочу зазначити, что выполнение программы «Розвитка физической культуры и спорта» не только за деньги, которые проходят по департаменту в отношениях семьи и молодых и спорта, а и по программе «Освита». Сегодня, на сегодняшний день, все детские спортивные школы находятся на финансировании в департаменте «Освиты и науки». Поэтому большая часть денег на реконструкцию и ремонтные работы находится в департаменте «Освиты и науки», а также в управлении капитального «Будивництва». Я думаю, что на протяжении трех лет этой конденции, которая у нас есть, к развитию физической культуры у нас в городе все относится поверхностно. То есть отделы, которые отвечают за эту работу, относятся абсолютно поверхностно. Программа конкретно должна быть расписана по расходам. То есть что мы будем тратить? На что конкретно мы будем тратить? А здесь, извините меня, проведение капитальных ремонтов автопокращения материально-техничной базы дитячей юнацкой спортивной школы «Миста». И указано, что в межах коштев, предпоченных в местном бюджете. Так если мы не закладываем сейчас, то зачем об этом писать вообще, взагалей? А сейчас на дворе у нас февраль. Когда вы будете осваивать деньги в этом году? Ну, людина не разумеет. Все поверхностно, ничего нет. Нет физической культуры в этом городе. Мы единственный город, который Европа выбрала для участия в программе. Из Украины. Да не трогайте его. Ну, он же проплаченный тут. Борман, включите микрофон. Следующее. На 2019 рік пропонується виділити 2,7 млн грн. Из них 1 млн – це стипендії спортсменам. 350 тис. – это гражданский бюджет. 250 тис. – это внесок у Асоціацію европейских столиц. И остается 400 тис. Фракция «Самопомощь» вимагает, что если мы декларуем себя спортивной столицей, не просто европейским местом спорта, а спортивной столицей, то давайте выделять нормальные деньги из бюджета и действительно развивать... Дуже интересно, кто думал, что номиновать Кривый Риг на звание европейской столицы спорта. Я понимаю, что вы думаете, что до 2023 года что-то звонится и все забудут. Но если вы понимаете, что какая-то европейская комиссия увидит развитие спорта в Кровоморозе, ну, это реально ганьба на сегодня. Вбито весь профессиональный спорт. У нас не осталось фактически команд, которые профессионально представляют Кривый Риг в игровых видах спорта. Дитячий спорт в жахливом стане, переважна большинство объектов, а мы на сегодня позоримемся и хотим заявлять себя кандидатами на звание европейской столицы спорта. Ну, абсолютно безслуждае решение, которое ни до чего, кроме ганьбы Кривого Рога, черговой не доведет. Надо больше, а одни кажут больше, а другие выключите. Ну, человек в своей жизни дерево не посадил. Прошу, шановные депутаты, прошу визначитися с 10-го питания. За 32 решение не принято. З 11-го та 12-го питания доповидаю Роман... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова